всем привет с вами шим очень рада видеть вас на своем канале сегодня будет видео с ответами на ваши вопросы выписала их в рандомном порядке то есть они не по каким-то темам а те которые вы задавали чаще всего иногда буду подсматривать свою вкусную книжку даже конечно же все их не помню первый вопрос мне кажется на него я уже отвечала но так как вы снова и снова его задаете то я отвечу еще раз почему меня зовут шима почему у меня ник шима и на одном и на другом канале и вообще откуда это взялось как меня зовут на самом деле если кто-то еще не знает мое имя анастасия настя но зовут меня шима даже мой муж всегда меня зовут шима с 5 класса даже не с 5 а до 5 класса того как поступить художественный лицей пятом классе еще год занималась там на курсах и так как моя фамилия очень долгая шим шилашвили а в группе у нас было три настей надо было произносить по фамилиям то моя учительница просто решила это сократить и с тех пор меня так все и зовут шима я так к этому привыкла что мне очень непривычно когда зовут меня настя настя меня зовет наверное только мама ну и родственники ближайшие а так все зовут только шима следующий очень часто задаваемый вопрос это как я слежу за своей фигурой сижу ли я на каких-то диетах каким спортом занимаюсь покажи пожалуйста упражнения которые ты делаешь мне это часто очень пишут я ничего на эту тему не говорю потому что я не занимаюсь спортом вообще это плохо я понимаю но тем не менее такой уж я ленивый человек то есть я не делаю зарядку я не бегаю пресс не качаю у меня он слава богу всю жизнь была так хорошей без всяких накачиваний по поводу еды я не сижу ни на каких диетах как раз таки я в этом плане очень такой плохой пример наш кушаю я все подряд желательно что-нибудь повреднее пожаренее ем на ночь причем ем я в очень больших количествах как большой дяденька у нас семье что я что мой муж что моя собака которая тоже микроразмеров нужны мы все как слоны поэтому советовать вам какие-то диеты я никогда не берусь потому что не мне судить об их эффективности тут уж ничего не поделаешь это генетика и мало того у меня вес обычно колеблется в пределах пяти килограммов плюс-минус и даже я не могу отличить плюс эти пять килограмм когда в минус то есть по мне этого незаметно ну и плавно мы подошли к следующему вопросу какой у меня рост и вес рост у меня 166 сантиметров а вес у меня от 47 до 52 килограмм то есть он в этих промежутках все время колеблется я сама не замечаю когда он какой и честно говоря у меня даже весов дома нет то есть я даже не проверяю я взвешиваюсь раз в год наверное это для того чтобы взвесить нашего кота дома у родителей мы берем его на руки взвешиваемся с ним потом без него вычитаем вес и получаем сколько он весит сам же он на весы не встанет весы у нас не используется и вот здесь вот в лондоне у нас так и нет весов на сих пор хотя мы живем здесь уже сколько 4 месяца наверное но весы так и не появились так я и ответила на следующий ваш вопрос где я живу живу я в лондоне и в москву пока ближайшее время не собираюсь хотя раньше летала постоянно ношу ли я брекеты нет я уже их не ношу я их давно сняла брекеты с верхней челюсти я сняла год назад а с нижней я сняла их сразу после нового года это я не успела доделать свой курс то есть довести его до конца уже тысячу раз говорил что ставила брекеты не потому что у меня кривые зубы а потому что у меня до 26 лет был молочный зуб мне надо было вырвать для того чтобы достать коренной клык до сих пор он так еще целиком и не вырос мы его постепенно капами я его двигаю но конечно брекетом это был бы в разы быстрее и не уверена что он до конца вылезет с помощью кап поэтому скорее всего потом мне в будущем придется еще ставить какой-то брекет системы для того чтобы его окончательно поднять вопросы часто на эту тему довольны я брекетами недовольна тем что я их носила жалею не жалею еще были показания кроме эстетических у меня очень разрушались задние зубы то есть жевательные зубы поэтому мне надо было их ставить обязательно несмотря на то что у меня спереди были так практически на вид у меня были почти прямые зубы вы можете посмотреть какие они были до брекетов первых моих самых видео там еще до того как я делаю брекеты если бы я их не поставила то у меня бы зубы задние разрушились еще сильнее так как я очень сильно сжимаю челюсть получалось так что сжимаются задние зубы плюс разрушались передние потому что нижними зубами я постоянно ударялась об верхние и они у меня откалывались поэтому мне надоело я поставил брекет и сейчас этого не происходит носила я получается верхнюю челюсть где-то полтора года нижнюю 2 хотя мне первоначально обещали что я где-то месяцев 9 буду всего носить на что вроде как все было просто но вот этот несчастный переной зуб не хотел лезть вообще ни в какую плюс там ряд серьезных операций делали поэтому все затянулось и первый год ношения брекета в год полтора я халявила ужасно то есть я была жила в оксфорде или прилетала раз в три месяца и конечно же это не дело надо если вы ставите систему то ставите ее уже основательной и приходите все время к врачу чтобы он подтягивал тогда будет гораздо быстрее фильм который мне очень понравился из последних что я смотрела мы каждый день почти смотрим какие-то фильмы то есть довольно таки часто фильмы сериалы но из того что мне действительно очень очень понравилось что я могла бы смело посоветовать всем это отель будапешт да его посмотрел очень поздно он вышел давным давно все время откладывал откладывал в итоге посмотрела полном восторге остался от этого фильма от актерской работы от режиссуры от особенно художника постановщика который я рисовал который нарисовал собственно всю картинку поэтому очень довольна и советую вам посмотреть этот фильм тоже переходим к следующему вопросу на тему волос потому что тоже очень часто мне задается что у тебя за цвет скажи номер краски наверное если человеку интересно действительно что у меня за цвет он хотя бы удосужился бы посмотреть несколько видео где я как раз показываю свое окрашивание рассказываю о своем цвете и если бы вы это сделали вы бы поняли что мой цвет получен далеко не в результате одного окрашивания а является результатом где-то пяти разных салонных окрашиваний все они были сложные все придумывала я сама что именно я хочу началось с окраски из темного в светлый белый блонд это было сначала калифорнийское милирование это видео вы можете увидеть у меня на канале называется по моему из брюнетки в блондинку после этого я осветлилась еще сильнее после этого я уже захотела вернуться к более натуральному дело так чтобы мне естественно отрастали корни поэтому таиланде я трижды красилась и красилась таким образом естественно в салоне то есть я сама сказала что я хочу и объяснила какую технику мне надо сделать и как конкретно это надо сделать я это сделал салоне потому что я сзади сама себе не могу этого делать в принципе я могла бы это сделать и сама я просто на вот этот вот блонд наложила милирование если можно так сказать я не сильно в терминологии парикмахеры пусть меня не ругают но то есть по той же технике как милирование попрядно мне нанесли мой натуральный цвет от корней первое окрашивание мне нанесли через прядь то есть какие-то короче какие-то до конца более темный цвет сверху делали это только на верхней части головы что в нижней лишний раз не травмировать потом я походила посмотрела где мне не хватает этих прядок и также добавила еще раз при следующем окрашивании сделали то же самое еще чуть-чуть темнее еще чуть темнее таким образом получился абсолютно естественный цвет как будто выгоревшие волосы и у меня отрастает довольно-таки незаметно сейчас этот цвет я не красила волосы уже год практически и вот мой цвет отрастает мне лично незаметно где он отрастает где начинается конечно видно что здесь светлее был еще эффект омбре потому что кончики мы специально оставляли светлыми так как я часто стригусь у меня уже на кончиках не видно то есть он уже такой же практически как и вот здесь чуть-чуть может быть светлее но все равно уже самых светлых концов не осталось а так у меня естественно как бы переходит от моего цвета уже вкрашенный следующий очень часто задаваемый вопрос кем я работаю те кто смотрит давно мой канал они конечно уже знают а для тех кто относительно новенький на моем канале я отвечу по профессии я живописец монументалист закончила я суриковский институт если вам интересно вы посмотрите в интернете что это такое также закончила махалрах это художественный лицей академический при российской академии художеств которым я училась вместо школы то есть это как школа совмещенный лицей третьего если считать подготовишки классов и до конца школы работаю я по-разному то есть я как продаю картины хотя сейчас я уже стараюсь как можно меньше этим заниматься на заказ я уже давно не пишу потому что меня это не устраивает мне хочется писать то что я хочу а не то что мне говорят и для того чтобы иметь творческую свободу и то же время зарабатывать на жизнь я преподаю основная моя работа это преподавание последний год я преподавала в москве частно у себя в мастерской и также я преподаю по skype и сейчас переездом в англию я преподаю только по skype то есть частные занятия в москве закрытые не пишите пожалуйста я не преподаю больше в москве я преподаю по skype людей которые живут в разных уголках мира это очень удобно и кому интересна тема творчества моего моих уроков также выходите на мой канал там про мои уроки рассказывается показывается и в то же время я бесплатно снимаю видео уроки для youtube а для того чтобы люди у которых нет финансовой возможности заниматься могли бы хоть как-то самообразовываться в этом направлении и если я могу в этом помочь то почему бы и нет 8 вопрос который задается постоянно хотя не знаю почему если я так много об этом говорила и во влогах по моему это все очевидно на каком языке мы разговариваем с мужем мы разговариваем на русском всех это очень удивляет но как я уже говорил тысячу раз и повторяю еще раз тысячу 1 мой муж москвич он родился в москве также как и я его семья живет в москве и старший брат тоже родился в москве поэтому русский разумеется он знает очень хорошо и точно не хуже меня следующий часто задаваемый вопрос вожу ли я машину машину я не вожу и мало того не хочу водить машину у меня есть права им уже лет 8 но я не хочу водить машину потому что я понимаю что это будет опасно для всех не для меня для всех меня окружающих людей поэтому лучше я буду пассажирском сиденье а водить будет кто-нибудь другой ну честно сказать мне не хочется водить никогда не было такого желания я получила право потому что это нужно чтобы они были и была возможность если что вводить машину плюс это дополнительное удостоверение личности которые удобно с собой носить следующий вы довольно таки популярный вопрос на моем канале на чем я монтирую монтируя на final cut pro раньше монтировал на и муви снимала короткое видео урок пойму и что в нем и как потому что мне было сложно в нем разобраться самом начале вкратце и вот там мне часто задают вопрос где его скачать его не надо скачивать а ему ви эта программа для компьютеров mac и работает она именно на маках а если у вас мак то у вас соответственно есть а ему и предустановленная бесплатная программа сюда же добавлю вопрос про то где скачать photoshop я не знаю я покупала лицензированный photoshop сюда же отнесу вопрос где скачать final cut pro я его скачала на рутрекере просто через торрент и установила все работает хорошо и последний довольно таки смешной вопрос не знаю почему это так всех интересует убираем ли мы за эльзой когда с ней гуляем кто не знает эльза это моя двухкилограммовая собака естественно мы убираем причем неважно гуляем в парке видят нас люди или не видят я считаю что это норма потому что лично мне неприятно ходить по парку когда там кругом собачьи кучи к сожалению не все думают как мы и кучу встречаются и на дороге и в парках и это довольно таки часто но все же намного реже чем москве и мне хотелось бы чтобы этого не было и я считаю что надо начать себя поэтому несмотря на то что у эльзы как ульки совсем малюсенький мы конечно же за не выбираем на этом я закончу ответы на ваши вопросы если у вас еще остались вопросы оставляйте их под этим видео периодически буду заглядывать комментарии под него и следующем видео с ответами на ваши вопросы обязательно них отвечу если вам понравилось это видео то ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые видео желаю вам отличного настроения до новых встреч пока пока